Вся творческая жизнь крымского художника Константина Богоевского была связана с Феодосией. Художественная атмосфера, всегда царившая здесь, располагала к искусству. Но даже такому талантливому мастеру необходимо было найти свое направление. Вероятно, сама природа Крыма, ее геологическое строение, пустынные слончаковые степи, полынные холмы Коктебеля, угрюмые скалы со скудной растительностью, а также море, развалины скифских, греческих и генуэзских колоний не только подсказали тему. Они помогли найти должную изобразительную форму для картин – монументальную, величаво-спокойную, внешне статичную, но иногда преисполненную внутреннего драматизма. Художнику удалось рассказать биографию, судьбу этой древней земли, воссоздать портрет восточного Крыма Лик Кимерии по определению поэта Максимилиана Волошина. Пейзаж «Последние лучи» – это легенда о далеком прошлом. Декоративная форма здесь соединяется с трагедийностью мысли. В картине передана почти гнетущая тишина, безмолвие земли, которая дает ощущение хрупкости, недолговечности народов и цивилизаций. Остались лишь дикие камни на земле, напоминающие татарские могильники. Лишь белые облака, немножко встревоженные, но все-таки равнодушно плывущие по небу.